Какой узор выбрать для самой прочной маскировочной сетки, точно знают участницы общественного женского движения «Верим в тебя, родной». Неравнодушные красногорочки и москвички объединились на базе спортивно-патриотического клуба «Ярополк» для оказания посильной помощи участникам спецоперации. Бойцам на фронте необходим крепкий тыл, уверены женщины, и они вносят свою лепту в общее дело. А члены клуба «Ярополк» готовы содействовать во всём. Это всё началось после мобилизации. Первоначально у нас была идея собрать мам клуба. Мы их собрали, а потом начали уже расширять именно это женское движение. Сейчас у нас больше ста женщин, клуб, которых объединяет не только мам спортивно-патриотического клуба «Ярополк», а также жители Красногорска и жители других муниципалитетов Московской области, в том числе и Москвы. У нас движение называется «Верим в тебя, родной». Оно, собственно, отражает наши отношения к этому, ко всему. Каждый боец должен знать, что огромное количество людей, именно поэтому «верим», а не «верю», да, именно огромное количество людей верит в этого человека. И он нам родной, потому что у нас одна Родина, и каждый из этих людей, он нам родной. На хрупких женских плечах теперь изготовление блиндажных свечей и сбор необходимых в быту вещей, предметов личной гигиены, хостоваров и медикаментов. Посылки отвозят не только в зону СВО. Раненым участницы движения шьют нательные рубашки. В госпитале такой предмет одежды незаменим, а сшитая своими руками греет не только тело, но и душу, уверены мастерицы. Ткань покупают сами или дарят благотворители, рассказывает Татьяна Попова. Принять участие в изготовлении белья может каждая, по мере сил и возможностей. Кто-то делает крой, привозит раскрой, допустим, и дальше я комплектую рубашки. Мы их формируем, кладем пуговички на шивки, дальше их забирают из активного долголетия, очень нам помогают волонтеры, другие приходят, девушки, желающие шить. Мы эти комплекты отдаем им, они шьют дома, на швейных машинках. Можно вручную пришивать пуговицы или нашивочки на рубашки. В большом количестве есть запрос на маскировочные сети. Сделанные из специального материала, но с ручным плетением лучше справляются со своей основной функцией, объясняют женщины. Сначала, конечно, дело шло медленно, теперь же навык отточен. Да и помощников здесь всегда встречают с радостью. Всем найдется работа. Сегодня мы здесь находимся, наши ребята на передовой, и нужно оказывать любую посильную помощь, которая в наших руках. И поэтому здесь на базе спортивного клуба «Ярополк» проходит очень хорошее, доброе, патриотическое действие. Мы вяжем сети, и все наши активисты, и молодогвардейцы, и волонтеры, участники проекта «Активное долголетие», и, в принципе, все неравнодушные люди. Женщины рады новичкам. Желающие помочь в любом направлении деятельности могут непосредственно обратиться к администратору «Ярополка» или узнать всю необходимую информацию в официальном телеграм-канале движения и социальных сетях клуба.